Теплые вещи, куртки. У нас какие-то жилеты, какая-то форма, бушлаты. Комфорт мобилизованных в Омск создают здесь. Помещение 3 на 3 метра в Барнаульской шиномонтажке. Лариса Егоренко, координатор движения «За добро», вот уже неделю, ежедневно и практически с утра до вечера, принимает от неравнодушных пакеты и коробки с вещами. У меня нет никого мобилизованного. Казалось бы, это не моя беда, это не мое событие, что меня кто-то забрали. Но я не могу оставаться безучастной. Шапка, она универсальная, она размер головы, да, получается, и балаклава работает вот таким образом, да. А не стали шить сейчас модно вот это все единое, только вот здесь, в прорезь? Ну, мы просто разговаривали с ребятами, которые в горячей точке, вот этот вариант, он более удобный. Сегодня это движение объединяет уже больше 400 участников, и каждый день к нему примыкают десятки новых. Среди сподвижников есть швеи, которые после работы по вечерам и ночам шьют балаклавы. Другие режут карематы, третий на сборе коробок. По словам Ларисы, после 21 сентября она решила поддержать подругу, у которой мобилизовали мужа, и предложив собрать 200 пар носков, объявила сбор денег. Об этом написали в чате саженцы помидоры. За ночь помидоры разрослись, как минимум до 40 тысяч рублей. Спустя неделю активистки собрали уже миллион рублей и развернули пункт комплектации. И все это в свободное от работы время. До смешного приносили коробки на первую отгрузку, и вот, допустим, лежит коробка, а в ней шоколадка. И мы все это формируем, носочки к носочкам, перчатки к перчаткам, шоколадки к шоколадкам. А люди потом звонят, говорят, Лариса, да я думаю, мы вам за труд передаем, вашим девчонкам. А мы все упаковываем, складываем, все описываем. То есть, как бы не было вообще в голове, что что-то мы делаем неправильно. Здесь вот в этой коробке вот у нас носки. Также здесь находятся около 50 карематов. Дополнительное было объявлено о сборе кофе, тоже приносят жители. А это один из пунктов сбора регионального отделения Общероссийской организации «Офицеры России». Ситуация внештатная, и люди, которые 30 лет привыкли спать в теплой постели, в принципе, они и не предполагали, да, и не готовы к той ситуации, что они в холоде вдруг окажутся где-то там в лесу. Вот, поэтому мы пытаемся им создать эти более-менее комфортные условия. Узнать, какая конкретно требуется помощь бойцам в военном комиссариате Алтайского края сегодня практически нереально. Даже по телефону с журналистами ни разу не пообщались. А военком соседнего региона Республики Алтай Олег Денисенко ситуацию с обеспечением мобилизованных прокомментировал однозначно. Всех призванных полностью обеспечат формой. Правда, с горного Алтая в эту волну мобилизации никого не призвали. Тем временем известно, что добровольцы нашего края держат прямую связь с военкоматом, а движение за добро – с военно-полевым лагерем в Омске, откуда они и получают прямые пожелания призывников. Отдельное спасибо. Мы ценим ваш труд, ваше старание, ваше время. Но наравне с волной поддержки призванных появилась другая волна недовольства тем, что эти вещи собирают гражданские, а не госструктуры. Вопрос даже дошел до губернатора. Сбор этой помощи, этой поддержки, как бы сказать, такой, ну скажем, на благотворительной основе, которая делается, сегодня начинает обрастать какой-то злостью, какими-то претензиями к тем органам власти, организациям, которые вовлечены в этот процесс – от Министерства обороны, губернатора, правительства края, органов местного самоправления и так далее. Такого мы допускать не должны. Значит, это направление деятельности идет, и пусть идет оно правильно, ни инициативу, ни порыв людей сдерживать нельзя, но со своей стороны и органы власти проведут всю необходимую работу. Где наше чувство гражданское, гражданской ответственности? Где оно? О каком патриотизме, о какой любви к родине мы на каждом углу кричим, если любовь к родине, она начинается здесь, со своего двора, со своего дома, со своего брата, отца, сына. Вот он, патриотизм. Ну давайте, пусть это чужие ребята сейчас находятся в Омске, но они же наши, земляки наши. Параллельно с частными инициативами появляются и организованные властями точки сбора. Совет женщин при главе Барнаула несколько дней координирует жителей организации. И школы, и родительские комитеты, и пенсионеры, и их советы, и предприниматели. То есть звонки начинаются, вот, наверное, после 7 утра и заканчиваются в 11. То есть жители спрашивают, что можно, советуются, спрашивают адрес, по которому нужно привезти. В Алтайском фонде поддержки регионального сотрудничества и развития для сбора средств от всех желающих открыли специальный счет. Этот фонд будет отрабатывать непосредственно с военкоматами, с нашими военными частями, для того, чтобы направить именно ту продукцию, которая им сегодня необходима. И, кроме того, он будет осуществлять централизованные закупки, более объемные, что позволит определенные средства, в том числе и сэкономить. Женщины в тылу и в 45-м помогали. И как бы мы это знаем и помним. И сейчас происходит то же самое. Люди активировались, люди поняли, что это наше общее дело. Это очень круто. У меня просто патриотизм вообще до небес после всех этих событий. Отдельно я хочу сказать спасибо нашим девчатам, которые геройски собирали это все. Татьяна по совместительству, моя супруга Лариса. По совместительству соседка. Соседка. В общем, всем огромное спасибо. Все вернемся. Спасибо вам за все, ребята. Сейчас добровольцы формируют очередную фуру вещей. Останавливаться не собираются и готовы сделать все, чтобы их призванные мужчины не замерзли этой зимой. Более того, порыв женщин поддержать отцов, мужей, братьев и сыновей дает им силы поддерживать других женщин. Я вчера была в детском саду, подавала на ребенка путевку на своего, на маленького. Заведующая детского сада проводила родственника. Поплакали вместе. Успокоила. То есть помощь в этом. Добровольцы не исключают, что к зиме на Алтае появится общественное объединение помощи семьям мобилизованных для оказания элементарной мужской помощи, почистить снег, наколоть дрова. И это для добровольцев тоже станет общим полезным делом. И опять же, необходимой отдушиной в сложные времена. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком.